Хамас не наносит удары по территории РФ. Хамас был создан израильскими спецслужбами, Моссад, Сдуру, отфинансировал движение шейха Есина, благая, что светские марксисты Арафата – это враг. А добрые религиозные коллеги, была такая идиотическая идея 80-х годов, как раз в Афганистане воевали, как раз в этот момент было принято, что религиозное исламское движение – это хорошо, а вот светский коммунизм – это плохо. И многие мои палестинские коллеги из террористических марксистских организаций, с которыми мы уже говорили, частично работающие в России, уже давно остепеневшиеся, рвали волосы на голове и говорили, что же вы, евреи, или что же ваши, израильтяне. После того, как Хамас, опять-таки, благодаря глупым, хотя и искренне он это делал, действиям ареля Шарона, покойного ареля Шарона, получил площадку в Гази. Шарона он обязан тем, что он пришел в Гази и частично к Палестине власти. И Кандализе Райс, которая, искренне веря в демократию, завела вот эти самые выборы, свободные, демократические, плохо понимая, что на Ближнем Востоке выборы и демократия – это лучший друг террориста. Конечно, нет. И третье, секунду, Раджаб, я дам вам сейчас полную возможность на мне отоспаться, а для этого закончу, чтобы у вас уже была полная возможность обидеться за Хамас. И третье, кто дал Хамасу жизнь, кроме организации Моссад и ареля Шарона, это Эгут Барак, министр обороны, правительства Израиля и прошлого, и нынешнего, когда он Хамас не добил в ходе операции литой свинец, чего от него требовало дружно. Как палестинское население, так и элита западного берега, нынешнего Фатха. На самом деле, совершенно, вот это с ног на голову перевернутая ситуация. Если вы посмотрите карту тех территорий, которые сейчас находятся в распоряжении Израиля и палестинской автономии, в 1946 году было 15% территории в распоряжении Израиля. Сейчас 69%. Евгений Иванович говорит, что Израил дал возможность Хамасу жить, и за это должны благодарить израильтянам. Но на самом деле, получается очень интересная вещь. Они захватили, оккупировали территории Палестины, потом говорят, что мы уходим, и радуйтесь, что мы вам дали землю. Это первая версия абсолютно неверная, о которой вы говорите. В одном согласии с Евгением Ивановичем, что все, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, проблемы, связанные с ближневосточной проблемой, это хорошо срежиссуренная, так сказать, американцами и израильтянами ситуация. Но этого я не говорю. Это же Фатх, который сейчас представляет Махмуд Аббас, на самом деле подкормленные. Это поставленники администрации Соединенных Штатов. Почему нет мира на Ближнем Востоке? Потому что Хамас борется за свободу, а Фатх ведет соглашательную позицию и политику по отношению к Соединенным Штатам. Продолжение следует...